Люкс ФМ представляет! Сегодня мы будем выяснять, насколько вы ориентируетесь в жизни друг друга Вот, Влад, бывает у тебя такая история, когда ты хочешь сказать Вот, пап, ну ты реально старый Да Спасибо за честность Слава, у тебя в этот момент бывает история, когда ты чувствуешь, что мы дмитие? Я хочу иногда тоже ему сказать, что он старый Что он нифига еще не понимает в этой жизни Поэтому, да, я хочу, но не говорю, потому что он меня бьет А, вот так вот у вас, такая радкая в семье В общем, сегодня мы будем спасать молодость Славы Ребят, все просто В игре есть пять тематических раундов За каждый выигранный раунд участник зарабатывает один балл В конце есть победитель и проигравший Последний выполняет забавное задание Какое именно, узнаем в конце Раунд номер один, ребята Значит, время убедиться, насколько вы тонко понимаете тренды Тренды? Тренды, да Ты знаешь, что это тренды? Да А ну-ка Тренды, когда в ютубе вкладки тренды есть Папу там видишь, да, часто в рекламе выпадает? Ну, конечно, на 50-м месте, но нормально У вас есть на выбор три категории Так А каждый из вас сейчас тянет то, что ему по душе И, соответственно, у вас будет сложный вопрос Камень, номер суббога, раз, два, три Ну, давай, Слава Давай, возьму последний Тренды Слава, ну ты, как человек, который работает на радио, точно должен это знать Откуда появилось выражение «спулае», «мулае»? «мулае» Варианты ответа у тебя есть Ты знаешь? Я знаю Не подсказывай, вот, пожалуйста Не, не подсказывай Я знаю Дюмин старый, ладно Итак, надпись, это надпись на футболке рейтера Асапа Рокки, которая стала трендовой Вариант номер два Перепутали слова трека «экстентенсион мунлайт» или это имя нового ребенка Анжелины Джоли Подожди, еще раз скажи мне, как она «пулае» «мулае» «спулае мулае» Подумай, подумай, может где-то слышал Это, там, наверное, глагол Два глагола, что делать «спулае» и «мулае» Это украинская мова, Слава Нет Включается старческая логика Старческое бубнение Давай Значит, смотрите В принципе, логично, да Если я играю против своего сына, которому 9 лет, да И он об этом как бы знает Ты знаешь, да? Не подсказывай Значит, это не Анжелина Джоли Ну, потому что он не знает, как Анжелина Джоли Знаю Кто это? Это тетя, которая любит усыновлять детей И номер Ладно, давай, это правильный ответ Вот Значит, тогда тут два варианта Рэпер, вот это «Осака Масака» «Осака Масака» Хорошо, Старислав Себя прощается И второе, что там было? А, неправильно перевернутые слова Перепутали слова в треке Исполнителя «Экстентансиона» Тоже рэпер Да, «Мунлайт» называется трек «Экстентансиона» Боже Раньше нормальные артисты были Павло Зибров Эдита Пьеха Павло Зибров Нормальный «Экстентенсиона» Тебе когда-то придется ответить Давай уже, сделай свой выбор Давай Мой вариант Это Значит, второй вариант перепутали слова там у этого чувака у этого чувака какого-то порой или хорошо пыталась пыталась бить его правильно хорошо я вы я пока выигрываю малявка сейчас слад выбираем я уже тяну вы показывай что же там события события смотрел в детстве с папой сериалы что что тебе мог ставить славка в детстве ну парсаж он какой-то слишком прогрессивный у тебя ну почему служебный роман пытались мы посмотреть один раз вышло ну у меня да но может когда-то свершится но ты же точно знаешь сериал бригада помнишь такие чуваки 90 бригада лопники ну на минималках да ну плюс минус в сериале бригада было четыре главных героя 4 друга их звали белый пчела космос и как звали четвертого тебе нужно угадать варианты ответов нил фил и билл что тебе на душу ложится какой вариант более славянским тебе кажется народным билл более может еще подумаешь немножечко там нет ты ставишь на билла я сам на билла к сожалению к сожалению этот балл не достается тебе не вина ты просто не смотрелся это фил твой старый папка знает да первый раунд заканчивается счетом 1-0 пользу славы дёмина а чё ты так расстроена сказала я разделила своего фаворита на секундочку тебе сразу в этом заявил ребята раунд номер два называется как это работает тут нужно будет немножко пошевелить руками ну вот я например подхожу там у духовки да и думаю как это работает но сейчас не обо мне сейчас не во мне сейчас о вас каждому из вас будет предложен вариант кое-какой вещицы а вам нужно будет определить что с этим сделать вот вообще применима эта история или нет давайте на свой фав быстро решаем кто первый камень ножницы бумаги раз два три камень ножницы бумаги раз два три на ну тогда первому мы предоставляем эту историю владу и так сейчас магическим образом на нашем столе окажется история с которой тебе нужно будет разобраться как она работает интересно при монтаж сейчас будет да а можно сделать 1 2 испортил ну ладно владик мне честно говоря тебе самой немножко жар потому что я в смысле слава ты точно должен знать я видел на ю тубе как эту штуку делали там прорубали две дырочки сюда делали веревочки и резко дергали а вот это крутилось слушай ты молодец ты рассказал нам технологии уверена что если ты сейчас попробуешь повторить что-то у тебя получится влад у тебя есть минута на то чтобы разобраться как это работает у тебя хорошо получается в принципе мне кажется что я уже могу сказать как она работает ты а я и просто так дело дергаю и она она бьется об эти концы и начинают само крутиться скажи мне пожалуйста как ты упустил сериал бригады и знаешь как работает эта штука даже мне тяжело было догадаться потому что это ну блин ну у сливки шубу такая штука сейчас нам человек расскажет как работают все тренды на ю тубе мы поняли абсолютно мне кажется это вас просто сейчас зарабатывает свой балл может ты знаешь еще как называется эта штука она называется крышечка на веревочке супер так и оставим ребята крышечка на веревочке балл уходит теперь рак тебе дох тебе дох и магическим образом снова на нашем столе появляется штука с которой уже будет разбираться славка перед тобой три странных предмета и мне кажется мне было бы очень сложно разобраться я знаю я знаю что это библейд вот потому что недавно библейд ну немножечко немножечко первая часть слова но блэйд хорошо блэйда вот но я помню что мы даже покупали такую штуку сколько мы попали в америке поэтому я не помню какое мажорное детство ты создал ребенка в америке он покупал но как вставляется ладно сейчас давай проблему понятно ну в целом я бы эту штуку не собрала поэтому не подсказываю хорошо а ты когда-то играл со Владимир конечно но конечно потом она я только его заложут у нас рада папа не знает папа никогда не пробовал чтобы я пробовал кстати пробовал только он всегда заводил а вот это вот она профессиональная профессиональная вот это самое типа крутой это профессиональная да так ты у цели так так что-то пошло не так последний момент давай предоставим дело в руки мастера бейблейд так вот написано в интернетах на секундочку поэтому да я подожди она слетела в чем а в чем вообще смысл в том что должна быть еще такая штука как бы ограждение и ты например ставишь два плейда и они между собой да соревнуются кто кого разобьет а скажите а весь реквизит вы отдаете гостям слава ты решил навариться не получится не такого не будет слав но ты продул в этом раунде у нас 11 получается счет счет двух раундов 11 в этом раунде победил Влад раунд номер три время музыки а у вас есть какой-то семейный плейлист под который там может рэпчик под который вы ехали на съемку и слушали элджа элджа то есть ты в тренде типа ну не во всех я знаю как бы только припевы определенных песен ты пчела я пчеловод слава если ты в трендах припевать это тебе поможет реально поможет тебе заработать балл мы и кстати старые песни тоже слушали да ты знаешь пугачёву киркорова киркорова знаю а пугачёву на стране спасибо за это исполнение не могу дать тебе дополнительный балл но очень хотелось славе быстренько решаем на цуэфа кто первый слушает камень, ножицы, бумага, раз, два, три и я бы такая хотела еще давай не очень не хотелось да но первая песня для славы который только что похвастался что он знает модные припевы песен под твоим картинкам девочка разноцветная витаминка сегодня я буду любить тебя сильно и на этом ты должен продолжить продолжить строчку но у нас не переживай слава я только до этой строчки знаю песню у нас есть варианты продолжения ну включи фантазию ну давай давай ты моя личная доза окситоцина пока в моей голове действие витамина или пока твои родители за стенкой у камина эммм так давай вспомнили алин не танцуй ты меня отвлекаешь так хорошо подожди когда твои родители в соседней комнате за камином ой там перед камином у камина там потом за стенкой у камина да что там окситоцина и два варианта ты моя личная доза окситоцина или пока в моей голове действие витамина ну что тебе больше первый вариант окситоцин и это не правильный вариант слава который витамина я знаю припевы модные это Тима Белорусских это витаминка правильно Владик правильно а что там я же тебе говорил в музыке хоть и работает на радио я тебя поздравляю славка спасибо ты продумал я же тебе эту песню включал так ты меня включал именно до этой строчки как конь а как заканчивается пока в моей голове действие витамина ой я знаю молодец вот слава кто должен работать в шоу зарядка понимаешь тебя подсиживают а мне не нравится Тима Белорусский потому что он не согласился прийти к нам на славу плюс да конечно это все припомним ему вот эту вот историю мне кажется это просто месть от славы Демина но впереди у нас еще есть музыка для Влада давайте интересно поэтому я надеюсь ты будешь ты будешь готов я искала тебя годами долгими искала тебя дворами темными в журналах ино среди друзей в день может тебя еще раз включить? не? не надо? не надо он его сейчас вырвет от этой песни итак когда нашла с ума сошла когда ушла огонь зажгла и когда пила коров пасла слава не подсказывать первый вариант ты что? что? ты уже успел ему подсказать потому что первый вариант когда нашла с ума сошла это правильный ответ Владик а что ты выбрал первый вариант потому что это более в рифме звучало офигеть я бы там даже не подумала красавчик ты включал ему земфиру когда-нибудь? нет серьезно? мы только один раз не знаю что это земфира до свидания в ремиксе мы слушаем то есть ты хочешь скинуть на то что все таки генетика сильная я думаю что да он весь пошел в папку и с рифмой дружит посмотрим как дальше пойдут дела в нашем шоу у нас следующий раунд итак ребята после третьего раунда ситуация 2-1 в пользу Влада слава я напоминаю тебе нужно как-то активизироваться что будет в конце если я проиграю что? ты будешь исполнять задания весьма неприятные потому что для тебя мы подготовили отдельную категорию неприятных заданий а кстати а если я проиграю то солнышко тебе только приятные задания нет ну какая неприятная ведущая ребят вообще ужас вы вообще часто входите в кино? ну вот на последний форсаж мы ходили да? нет а на что? на Angry Birds на Angry Birds ну короче у вас смешанный формат фильмов и мультики и тренеры все подряд ну это прекрасно потому что может быть это поможет вам вычислить какой именно момент из фильма я сейчас вам буду показывать давай суефа камень, ножницы и бумага раз, два, три итак Влад я тебе сейчас включаю отрывочек фильма и я точно знаю что ну ты должен ты должен вспомнить потому что папа не мог тебе не показывать этот момент из фильма готов? да смотрим это либо зумби апокалипсис, либо пила ну давай так я тебе чуть подскажу это такой романтический фильм три варианта ответа для тебя, Влад ты помнишь, да? отрывочек ты максимально сконцентрирован это фильм Терминатор Титаник или Парк юрского периода нет, в Титанике снизу была бы вода потому что Титаник же затонул но он же не весь фильм тонул, да? нет, ну он ну там не могла бы просто так рука просто так Парк юрского периода возможно почему? потому что может куда куда забежал какой-то динозавр это там ну и сожрал человека и только одна рука такая нет там может укусил его и и человек начал как-то ну умирать и он а чего кровища не было? ребята, мне кажется мы сейчас придумаем абсолютно новый сценарий для фильма и в принципе твой ребенок может видеть свое будущее в Корее режиссера как тебе такой вариант, Славка? неплохо а что какие там еще были варианты? Титаник, Терминатор или Парк юрского периода? Терминатор ты уверен в этом? я уверен потому что ну Владик это был фильм Титаник над ним плачут все женщины а папа папа не показал тебе еще фильм Титаник хотя должен был чтобы ты знал как нужно ухаживать за девочками он не уснул за эти сорок часов пока Леонардо Ди Каприо бегал за этой Кейт Винсленд понимаешь? Владик, балл не уходит тебе мне очень жаль но ничего я надеюсь сейчас еще балл не уйдет и к Славе мы сейчас это проверим давайте итак проигра это ты малявка это ты проиграешь и все тебе кранты это семейные отношения Поехали Слава давай Пау-пау-пау Слава ну давай сейчас ты посмотрел увидел сконцентрировался у тебя есть три варианта ответа так же как и у Влада давай смотри это Люди Икс это Дитя Робота или Железный Человек а как ты вообще как относишься к такому формату ты смотрел хоть один из них а я честно я не помню этого момента честно давай слушай Люди Икс Дитя Робота или Железный Человек аааааааааааааааааааааа давай ну раз два три давай давай Люди Икс пускай будет и ты проиграл ха 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 не заработал балл потому Shit за Фильм Железный Человек А что там, какой там отрывок? А покажи, реально, посмотри. Ты знаешь, что это у меня заинтересно? Ну, смотри, смотри. Да. Вот так вот, смотри, что выглядит старость. Это же железному человеку показывали. Да ради бога, да ради бога, ничего страшного. И ты должен был бы знать, Слава, как человек, который по сторизам твоим можно вычислить, водит ребенка на Марл. Стыдно тебе, должно быть. А что ты меня отчитываешь, как учительница? Что ты себе позволяешь? Кто же стоит здесь, отчитывает меня? Можно я хоть иногда почувствую свою власть, пока мы не в студии? Где директор? Давайте мне директор этой школы. Итак, ребята, значит, этот батл у нас заканчивается счетом 0. Поэтому пока до сих пор ведет Влад, да, твой сын, у тебя выигрывает 2-1. Ничего, ничего, еще впереди, еще. О, сколько раундов. Ну и вот пришел момент нашего пятого раунда, ребята. Он у нас решающий, потому что только тут вы сможете показать, насколько вы хорошо друг друга знаете, как сын и отец. Правильно? Да. Правильно. Вкусы, предпочтения, ваши привычки, повадки, характеры. Насколько ты внимательный, чуток к своему ребенку, Слава, мы сейчас будем определять. Ой, боже, сразу мурашки по телу от этих слов. Давай. Что выберет Слава? Как вы думаете? Шоколад простой или с начинкой? Слава пишет, проверяем правильность твоего ответа, Влад, по папиному варианту. Написал. Раз, два, три, давай, давай, ты должен выдать нам этот ответ. Обычный. Обычный. Правильно, окей, да, балл уходит Владу. Вариант следующий. Влад выберет, ты какой выберешь напиток? Газированную воду или сок? Газировку или сок, Слав, подумай. Давай, давай. Что ты ребенку чаще всего заказываешь в всяких суббермаркетах? Я сейчас не стану. Я поставила тебя в тупик на секундочку. Сок или дозировка? Сок или дозировка? Все. Три, два, один. Оп. Сок. Сок. Обычный сок. Ну ладно, хорошо. Балл уходит Славе. Куда Слава выбрал бы поехать отдыхать? Папа куда бы поехал? На лыжи или на моря? О, я знаю. Что больше любит папка? Ну давай, Слав, ты точно, ты точно там знаешь уже свои варианты, продумал. Легко. Ну-ка, раз, два, три. Море вы... Не знаю, что... Ну, может, что... Семья с разными ходами, нормально. Тут только каждая зима ездит. Зима, да, а я бы поехал все равно на море еще. Жулетик. Итак, балл не уходит сейчас Владу. Четвертый вопрос. А что бы выбрал Влад, Слава? Завести попугая дома или черепаху? Да, все мы знаем, что у вас есть кот, но сейчас дело не в нем. Попугая или черепаху? Захотел бы Влад в компанию котику. Блин! Раз, два, три. Все. Влад, показывай. Черепаха. Попугай. Блин. Не сошлось, ребята, поэтому... Каждый выполняет наказание? Нет, каждый не выполняет наказание. Я проиграл. Слава сегодня проиграл, да, твой папа, бедный, несчастный, проиграл. Поэтому с счастливым победителем сегодня у нас уходит Влад Демин. Я тебя поздравляю. Славка, поскольку ты проигравший, тяни конверт. Сегодня одно из этих неприятнейших заданий для тебя. Господи. Я тебя поздравляю, Влад. Покажи, 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 Покажи. Давай, давай. Съесть селедку с сахаром. Селедку с сахаром. Славка, идем на нас селедку. И сейчас мы предоставим тебе эту уникальную возможность скушать эту вкусенятинку. Селедочку, да, с топорочечком. А почему мы на улице это делаем? Слушай, Слав, ну, мы же не хотели, чтобы пострадали люди, да, чтобы ты кого-то забрызнула. Мы же знаем тебя, Славка, все твои повадки. Давай уже по-честному. Селедочки. Вот, ну, проиграл так проиграл. Мужиком до конца, да? Обожаю, конечно. Селедку с сахаром обожаю. Есть бумага туалетная? В смысле, Слава? Ну, ты потом пойдешь. Когда мы закончим передачу. Главное, пожалуйста, не у нас, в офисе, если что, чтобы люди не страдали. Ну что? Несется. Владик, ты поможешь папочке? Смотри, он кушает селедку. Вот вкусно. Сейчас будет тебе вкусно. Давай сахарочку ему подсыпем. Давай. Давай, давай, поможем папочке. Только по-честному, ты прям щедро. Высыпай папе прям горсть вот так сверху. Говорил лучок, так вот тебе лучок. Давай, Славка, кушай. Подожди, сейчас мы это замаринуем. Мне уже начнут шнить от нее. Ничего, ничего. Спокойно, спокойно. Все, хватит. Давай, Слав. Ну, я смотрю, что ты выбираешь? А сколько надо куш-кос съесть? Давай, выбирай самый сахарный. Ты что, приглашаешься, все. Все, давай кушаем. Нет, все, я не съем. Ты что, я сдохнул просто. Ты сможешь, Слава. Давай, Славка, Славка, Славка. Да не ори, так тошно. Больно на душе, Демин. Но он кушает, он старается. Блин. Ну, давай. Ну, давай. Слава Демин, любимец, ведущий утреннего шоу «Зарядка на Люкс-ФМ» собственной персоной. Проиграл, поступил, как мужик, селедку с сахаром от собственного сына. Это большое и маленькое шоу, ребят. Всем классной недели. Наконец-то. Ребят, это жесть просто. Серьезно? Это просто какой-то жесть. Это сейчас с любовью. От Владика. Да, ну вас нафиг с вашей любовью.